29 августа в информационном агентстве Татаринформ состоялась пресс-конференция, на которой журналистам приподняли завесу тайны о завершении подготовки КФУ к новому учебному году. Перед представителями СМИ выступил ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Он отметил, что в этом году звания первокурсник КФУ будут носить свыше 11 тысяч студентов. Мы достаточно успешно провели приемную кампанию, что является для нас основным показателем, как и для любого высшего учебного заведения, и по качеству, и по количеству. Хочу сказать, что общий конкурс был более 15 человек на одно место. Так я хочу сказать, что на бюджетную форму обучения поступило 3639 человек, из них на очную форму обучения зачислено 2758 и на заочную 881 человек. Стоит отметить, что более 30 тысяч студентов вернулись в стены Альма-Матер, ведь новый учебный год уже на пороге. В этом году всех их будут ждать не только повышенные стипендии, новые образовательные программы, но и благоустроенные общежития. Среди всех поступившихся в этом году должен отметить, что очень много иногородних, поэтому количество мест в общежитии у нас на сегодняшний день уже ограничено, и мы места, которые были заняты как места общего пользования, сегодня переводим под спальные комнаты. Не оставили без внимания и ремонт здания Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального. Приложены все усилия для того, чтобы будущие журналисты владели не только теорией, но и необходимой практикой. В самом здании, где находится Высшая школа журналистики, ведутся достаточно масштабные работы. Там будут сформированы отдельные комнаты, лаборатории, комнаты. Значит, будет сделана достаточно большая аудитория, передается под проведение шоу-программ, ток-шоу-программ со студентами, и студенты сами будут готовить отдельные, покупается оборудование, подмонтажное оборудование, подмонтажная лаборатория. Новые объекты КФУ не прошли мимо неусыпного взгляда журналистов. Как известно, университетская клиника «Казань» и военный госпиталь уже переживают большие изменения. Работа над ними продолжится и в новом учебном году. Можно с уверенностью сказать, что Казанский федеральный строит самые амбициозные планы и, конечно же, воплощает задуманное в жизнь. Аделя Мухаммедовична, Роман Самарин, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин